В октябре состоится очередное заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Подготовка к событию идет полным ходом. Его возглавит председатель Сената парламента Молин Шимбаев. Секретариат нацелен на продвижение диалога между религиями, культурами и цивилизациями. Тамирис Белял с подробностями. 2022 год, сентябрь. Впервые после пандемии Астана стала местом встречи для представителей всего религиозного мира. На Седьмом Съезде лидеров мировых и традиционных религий в столицу прибыли больше ста делегатов из 50 стран. В очередной раз участники обсудили вопрос сближения культур, глобальной безопасности, а также меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Казахстан берет на себя непростую задачу. Страна выступает носителем добра, мира и понимания. В сегодняшних условиях не все государства открыли свои двери религиозным лидерам. И в этой ситуации Казахстан, провозгласив свою миронаправленную позицию, собирает всех за одним столом. В поворотный период истории Казахстан выступил диалоговой площадкой, где помимо роли религии и моральных ценностей в современном мире, обсуждали значимость образования, религиозного просвещения, а также роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины. Это не просто форумы или съезды, как мы себе это представляем, а это колоссальный труд и формирование одного языка понимания и толерантности. Площадка Казахстана привлекает своей политикой. И все эти инициативы, которые исходят от Казахстана, они как раз и говорят о том, что сегодня нужны усилия международного сообщества. Семь съездов, семь резолюций. В прошлом году был принят итоговый документ съезда, который огласил специальный представитель американской церкви Джо Бейли Уэллс. 35 пунктов декларации обращаются к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности. В этом году Казахстан вновь проявил инициативу в продвижении диалога на международном уровне. Сейчас идет подготовка к 21 заседанию секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий. Я полагаю, что именно на секретариате осенью будут подведены итоги исполнения всех этих документов. Более того, что это дало за 20-летнюю историю инициативы Казахстана по проведению съезда мировых религий. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в очередной раз продемонстрировал, что наша страна стала местом, где достигнуто подлинное межрелигиозное согласие и единство. 20-летний результат работы Казахстана показывает и необходимость выхода на новый уровень взаимодействия.